Всем привет-привет! Сегодня я хочу показать вам очень интересный магазин, который называется Diceo. Мы называем его 100 йенник, потому что в этом магазине все товары по 108 йен. В этом магазине можно найти все, что угодно, от еды до детских игрушек, а также все для дома и так далее. Подобные магазины, я знаю, есть FixPrice, а также в Америке есть такие магазины, где все по одному доллару. Магазин большой, поэтому видео, наверное, будет долгим и длинным, потому что я хочу подробно показать, что же в нем продают. И давайте, пойдемте. Заходим здесь в букетик. Одна веточка стоит 100 йен. 108 йен. Так, вот такой он большой. Огромный магазин. Здесь мы можем увидеть игрушки, разные приколы для дней рождений и праздников. Вот, например, приколы, хлопушки. Маракас. Бубенцы. Все это по 100 йен. То есть для какого-нибудь праздника вы можете подготовиться. Интересно. Браслеты светящиеся. Для Нового года, для Хэллоуина здесь, для всех праздников. Разные причиндалы. Медали. Ну, как же без этого в Японии. Наручники. Парики. Вот такой паричок за 100 йен. Вообще не жалко. А вот еще фокусы показывать. Карточные. И другие. Прикольные, кстати, вот эти штуки. Мы с Софией покупали уже. Пробовали играть. Уточка. Всего лишь 100 йен. Пазлы. Да? Что, девчонки, гуляете? Гуляем. Также прикольный пазл. Это можно аризоваться делать. Пустой пазл. На нем вы можете что-нибудь написать. Мыльные пузыри. Большие банки. Доктора играть. Куклы. В общем, в принципе, ребенку можно здесь купить все, что угодно. Паук. А вот, кстати, здесь же я покупала для Сараного канала такие штуки. Пилюли, которые нужно бросать в воду. Из них разные фигурки получаются. Прикольные. Упаковочная бумага. Бантики. Ленточки разные. Открытки. Наполнение для коробки. Когда вы открываете коробку, бумажки, знаете, вот такие там лежат. Потом что-то внутри. Также вот такие бумаги здесь упаковочные для подарка. Очень круто, конечно. Почему у нас нет таких магазинов? Потом вот такие разные бумажки. Как бы здесь сколько? 16 штук. 16 пакетиков тигровых, леопардовых. Вот разные они есть по цвету. Вы можете сделать подарки там всему классу. Что-нибудь сюда положить. Кстати, ну некоторые товары немного дороже, чем 100 йен. Но на них сразу пишут, что вот, например, вот эта коробочка, она 200 йен стоит. И там что внутри? Пусто. Прикольно, да? Тоже вот красивые коробки. Суперские. Вон круглые. Мишура. Здесь даже есть удлинители. Ну это японские розетки плоские. А также для наушников вот такие бисквитики заворачивать. Кстати, можно их купить на подарки. Фонарики даже продаются, представляете? Вот, кстати, фонарики. Я люблю фонарики. Сара любит фонарики. Всего лишь 100 йен. Три LED. Лампочки. Вот чехольчики для некоторых моделей телефона. Не для всех. Да, здесь даже пленки продают на телефоны защитные. Но они не очень хорошего качества. Они, я думаю, так просто что-то не царапались. Селфи-палки, но они по 300 йен. Опять же написано. Вот и наушники продают. Для дисков коробки. Что? Это непонятно. Картриджи, по-моему. Да, картриджи для принтера. Стикеры здесь разные. И вот такие еще прикольные есть. Для ежедневников, для блокнотов. Кто ведет. Здесь уже канцелярские товары. Блокнотов здесь тьма. Причем такие все прикольные, необычные. Я обожаю блокноты. Я бы здесь все скупила. Иногда себя останавливаю. Я просто их покупаю и не пользуюсь. Это, конечно, как-то странно. Видно что-то с детства. Вот различные тетрадки, как вы видите, с рисунками. Красивые. Вот, кстати, прикольные пеналы. Ригли Спармит. Наборчик. Вот и стирательная резинка, карандаш, линеечка. А вот тоже кому-нибудь берем. Это стирательные резинки. Различные фигурки, типа ножнички, суши, печеньки, тортики. Здесь, по-моему, можно купить ручку, которая стирается, потом, когда вы напишите. В основном печати у всех, а не росписи. К скрепке. Какие хотите. Вот подставки тоже прикольные. Такие красивенькие. Да уж. Что здесь еще? Бейджики. Бейджики можно купить. В этом магазине можно все что угодно найти для подарков, для сувениров каких-нибудь. Вот, кстати, тоже классные для книг, для тетради сумочки. Мишка здесь, цветочек. Из цветной бумаги можете нащелкать, навырезать разные фигурки и сделать какую-нибудь открытку своими руками. Потом ленточки тоже для открыток продают здесь разные. Очень мне нравятся вот эти подушки на стуле. По 300 йен, они правда. Тапки домашние. Тапочки по 150 йен всего. Смотрите, какие. Как бы для дома, для уюта здесь можно прикупиться конкретно. Занавесочки. Салфетки на стол. Я не знаю, даже вон кроксы. Но это не кроксы, это а-ля кроксы. 150 йен всего, прикиньте. Вот, для взрослых 250 йен. Здесь разные принадлежности в машину. Вонючки. Прикольные. А это, кстати, перчатки. Японки, они закрывают руки, когда ездят за рулем, особенно летом, чтобы руки не загорали до локтя. Вот, посмотрите, на картинке даже изображено. И еду за рулем. И еду за рулем. Люблю такие носочки на стуле. На каждую ножку надеваются, чтобы пол не царапать. Прикольные, да? Классные. Ой, я бы себе все понакупала для дома. Такое интересненькое. А также вот такие штуки есть, чтобы стол сам пол не царапал. Паркет. Разные вешалки. На кухню или ванную. Крючки. А здесь инструменты. Это уже для мужчин одел. Ключики. Отвертки. А вот эти, да, кстати, для ключей тоже можно. Такие классные. Подушки даже продают. Правда, небольшие. По три стоян всего. Цветочки искусственные. А это, кстати, такие классные штучки, чтобы не скользили коврики. На пол их прям. Расстилаете, а сверху коврик, и коврик не скользит. Сачки. Рыбу ловить. А, кстати, вот для рыбаков тоже. Чего только нет здесь. Рыбки разноцветные. Жаль, что я не рыбак. Для домашних животных. Для собачек. Даже еда есть. Зубные щетки, закуски, расчески, ножницы. Игрушки. Я, кстати, с вами здесь игрушку покупала. Вот такую. Он уже ее всю раздербанил. А, и для собачек вон поводочки разные. Прикольно. Очень, конечно, хороший выбор здесь. Одежда даже есть. Вон, Japan. Я даже некому привезти такие футболки. Ни у кого нет собак знакомых. Для сада, огорода, цветочков. Горшочки разные. Что тут у нас? Вот такие, кстати, клевые горшки. Пастельные. Ой. Don't cat. Don't cat. Ух ты! Это, короче, прикиньте, стелят, чтобы кошка, если кошка там вам шкодит где-то, соседская, чтобы она не заходила. Вот такие коврики с шипами. И, наверное, котам очень больно наступать. Видите, кошка плачет. Я, кстати, их первый раз вижу. И они разных размеров. Вот для декора. Разные миниатюрные столики. Там, если как-нибудь вы хотите преобразить интерьер. Много всего интересного. Магнит. Кстати, нужно магнитом ее тоже купить. А это копилки. Копилки, кстати, классные. Я бы себе взяла бы вот такую и копила бы в ней деньги. Всего 100 йен. Кухня здесь тоже. Видите? Разные приспособления крутые. Самые необходимые вещи для кухни. Формочки для льда. В виде сердечек. Это для мороженого. Формочки. Я Саре такую купила форму. Терки. Корзины для фруктов. Вот для декора тоже. Подставочки какие хотите. А это, кстати, стулья. Они на них моются. Японцы с дырочками. Видите? В банях везде такие стоят. А вот эти, кстати, штуки классные, удобные. Это для поясницы, машину и на какой-нибудь стул, если вы работаете. Вот тоже в машину, под голову. Удобно. Давай, неси. Молодец. Аккуратней. Молодец. Помощница моя. Иди, играйся. Мама, ты чё? Ты чё? Для мороженого вот взяла такую штучку. По-моему, на неё 18-й тоже как раз будут такие шлёпанцы. Побольше размера. Ну, моего размера здесь явно нет. Потому что у меня тут 2L. Шляпки. Скоро summer time. Шарфы. Ну, они по 200 йен. Кстати, веера. Это для любителей. Японцы разводят вот таких жуков. И они едят у них желе. Это прикольно. Они накидывают им опилочки, и они в них живут. Я видела много раз, они прям желе открывают, и они кушают желе. Ну, там ещё, конечно, что-то кушают, но желе они точно кушают и любят. Носочки есть, видите? Тоже по 100 йен. Детские товары пошли. Ну, немного их здесь. Даже лифчики есть, трусики есть. Маникюрные принадлежности. Пилки разнообразные. Для ногтей. Сушки, базы. Для кутикулы. Кстати, я купила себе вот эту базу. Потом сушку и масло. Большой выбор ресницы, потому что японцы любят очень ресницы накладные. Вот такие. Подводки есть. Но я не думаю, что это хорошего качества подводки или косметика, потому что по 100 йен. Хотя можно найти, конечно, и интересные. На ногти наклейки. Кстати, вот эта штука очень крутая. Это, в общем, для очищения спонжиков. И мой бьюти-блендер на зараз просто очистила. А вот для кистей. Возьму тоже очиститель. Спонжики. Кисти, опять же. Пустые бутылочки для того, чтобы в них провозить. В общем, жидкость наливать и провозить. Так, резинки, резинки, шпильки, бигуди для волос, ободки, заколки. Салфетки антибактериальные. Большая банка. 200 йен. 120 штук. Влажные. Круто. Для пяток какой-то перечный пластырь. Для чего он? Не знаю. С женьшенем. Кстати, вот этот валик я тоже себе приобрела под поясницу. Есть такое даже специальное упражнение, которое убирает живот. По японской методике нужен вот такой валик для этого. Сухие салфетки, маски для лица, в нос. Что-то засовывать в нос для чего-то. Не знаю, щипцы вон. Скажи бабе Леся от храпа. Славику купила она что-нибудь или нет? Вот зубные щетки. Чашечки пластмассовые. Зубные нити. Расчесочки. Вот, кстати, бритвы для лица. Тревел-наборы. Все для самолета, для путешествий. Ремни для чемоданов. Тоже очень круто, что они по такой цене. Потому что везде их очень дорого продают. Представляете, ремень для чемодана 100 йен. Обложки на паспорт. А мне еще понравились вот такие кейсы. Сюда и паспорт помещается. И билет, авиабилет. Очки для зрения. Кстати, мама говорит, что очень классные очки. Здесь сразу по плюсам. Представляете? Просто подбирайте, какие хотите. И очень хорошего качества. Мама постоянно себе здесь берет с папой. И говорит, что вот все, кто прилетают в Японию, все набирают на подарки. Эти очки, они всего по 100 йен. Для обуви, стельки. Вот в самолет подушки. Кто-то не любит попкой садиться на холодненькое. Такие наклейки. Мне очень нравятся наклейки. Мама постоянно их покупает. На унитазы клеить. Чтобы не холодный был унитаз. В общем, термосумки, кстати, для детей. Кто в школу с собой или в садик берет какие-то ланчи. Вот сумки. Я в школу стала. Хочешь такую? Да. Ну, давай возьмем. Мечтала она. Печати детские. Ложки, вилки тематические. Hello Kitty. Так, дальше Сара за мной. Перчатки для мытья. Пищевая пленка, заворачивать продукты. Вешалки. Вешалки. Еще раз вешалки. Разные вешалки. Спонжики для мытья. Шкрябалки. Ершики. Средства для мытья посуды. Это какие-то баночки, бутылочки спортивные. Для водички. вот для бутылок тоже сумочки а это кто же такие штуки украшать суши если вы делаете представляете мелочи а приятные такие мимишно все конечно тоже для не знаю для чего это специи туда или что-то складывается не знаю это для кухни все даже сковородки продают пипец баночки баночки для специй рай для домохозяек я вам вот что скажу потому что здесь мало того что недорогое так еще и разнообразные бокалы стаканы вот для разных специй соль перец сахар уксус соевый соус вот тоже стаканчики чай заваривать ситечки разные ложечки вилочки палочки хащи хащи по-японски палочки для детей тарелки классные посмотрите разделять раз вот эти сариба я взяла такую она бы с удовольствием ела из такой тарелки папилушки японском стиле вот тоже японском стиле разные штуки фартуки сара аккуратнее для выпечки секундомеры для пирожен для тортиков для печенек формы различные вырезать а вот мы добрались до еды все по 108 йен закуски орешки фисташки чипсы попкорн больших статью пачки леденцы сосательные жевательные я не знаю зеленым чаем есть закуски разные с водорослями без водорослей еще вот печеньки конфетки напитки слива они очень любят сливу японцы она кислая и полезная по-моему много витамина c в ней зеленый чай специи мед присыпки на рис обожаю присыпки мисо суп вон 12 штук 12 порций 100 йен всего представляете здесь тоже вот на рис всякая всячина тоже на рис карри соусы кокосовое молоко бич пакеты лапша разная лапша конфеточки висят печенечки закусочки консервы даже есть рыба консервированная вот нори по-моему а вот сара очень любит морскую капусту вот эту хрустящую васаби вон соусы соевые майонезики сара не выходи